Поехали, поехали. Так, Данила, привет Собакана, Жаналдина, тоже привет. Здоровья и удачи, Брат Юрий, привет, здравствуйте. Снегирев, всем доброго времени суток. Так, это же вы, это я вам высылаю 800 кусочек. А всем Кострома, привет с садоводом, учитель здоровья и терпения. Бухтеря, всем привет из Казахстана. Валентина, добрый вечер. Колесников, Колесников, Добрый вечер. Сергей Кузнецов приветствует всех. А всем Кострома. Хорошо, что наши деды не видят эту войну. Да, очень хорошо. Получается, зря воевали, зря жизни отдавали. Борис Соловьев, всем доброго света. Свинин, всем привет. Алисей, доброго времени суток. Непонятная аббревиатура. Добрый вечер. Как приготовить место для посадки саженча, абрикос, выращенный с ваш костик. Так, люблю поговорить. Есть два варианта. Первый. Вот, допустим, сад ограничится, ну, полсотни деревьев. Косточки это что? Абрикос, слив и вишни. Правильно? Полсотни. Ну, берем хотя бы сотню. Мыши, они могут, если все сотню съесть, доедина. Рассказываю, как они идут. Валерий Кроссинович. Нет, до ваша косточка не взошла. У меня в этом месте сразу сердце бух. Вот. А дальше пишет. Я потом, начало перекапывать в сердце, нашла все косточки в одном месте. Видимо, мыши, видимо мыши. Их все собрали в кучку и оставили как, ну, как склад про пищевой. То есть, все косточки были целы, но собрана кучка в сторонах. Вот. Отсюда проблемы. Я бы даже и так. Хотите иметь сотню деревьев? Сразу прекрасно шла. Вот. Это немного. Это не так много. На гектаре я размещал, сколько я сейчас вспомню, 350. А если это 10 соток, это десятая часть гектара. За 35. Ну, то есть на 30 сотках можете разместить сотню деревьев. Почему нет? Получайте, торгуйте. Станойтесь профессионалом. То есть, сотня. Чтобы сотню вырастить, тогда вам нужно 2-3 сотни косточек. Много или мало? Сейчас это мало. Это меньше 5 тысяч. Скажите воскресенье, что 5 тысяч. Он скажет. Я для этого. У меня столько уходит, только чтобы не с чем подавать. Держу специально. 5 тысяч. Вот. Далее. Итак, определились. 200-300 косточек. Допустим, да? 3-5 тысяч. Так. Теперь. Это один вариант. Тут тогда надо что делать? Штучное. Подход штучный. Например. Вы садите в густо. На лучших лучших остаются навсегда. Остальные для пересадки, для продажи, для подарков. Вот. Кто посмелее и у кого удачно пройдет сертификацию, он увидит, что перед ним, вот он взял банки, раз, высыпал. Вот они только проклюнулись, их сотни, сотни. И вот когда косточка проклюнулась, она прекрасно приживается уже на новом месте. Тогда холм. Но холм не вот такой вот, а вот такой вот. Очень-очень пологий, чтобы не было такого уж совсем сушняка. Вот тут сушняк. Вот тут. Я легко объясняю. Я считаю, понятно объясняю. Вот самое верхнее место, самое сухое. Черт, это два. Вдохнет. А вы делаете вот так, сушняк. Вот так вот. Здорово. Понятно, да? Вроде объясняю правильно. И тогда индивидуальное место уже каждый проклюнувшийся. Потому что вероятно, что она не погибнет, дойдет оплодоношение. Если вы живете не как на даче, две недели вас нету. Тогда у вас все будет дружно расти. А стоит им прижиться, даже вот такие вот побеги. Вы уже можете не поливать, а им уже ничего не будет. Особенно абрикосы. Вот. Другая крайность. Это кто хочет сразу завозить в промышленный сад. Вот я знаю, что половину у меня берет, когда берет 500 тысяч кустик, было банками брали. Не часто, два суси таких. А банка это пару тысяч. Полторы-две тысячи. Трехлитровые. Там другое. Вот. Ну, наверное. Наверное, вот сейчас вернемся немножко. Так. Тут столько рассадить на гектары. Это, поверьте мне, это проблема. Это главная боль. Я не раз об этом говорил. Я говорил даже так. Будущим фермером. Будущим хозяином ИП. Это другой способ. Да, каждая пересадка воспринимается болезненно. Но. Очень легко спасти. Ну, согласитесь. Ну, сколько тут? Ё-моё. Много. Помните, как в школе проходили? Древние люди считали так. Один. Два. Три. И много. Как тут древний человек говорил. Тут сеянцева. Раз, два, три. И много. Вот это вот вы должны представлять, что такой участок легко поливать. Легко защитить от мышей. От воров. Так нет? Вот. Тут вам и собака рядом. Тут вам и кошки две-три бродят. Потому что абрикосы и мыши тоже едят. И косточки любят. И побеги любят. И тогда с этого начнется. Прошел год. Оказывается. Вот. Вот согласитесь. Здесь, наверное, больше, чем на 10 тысяч заказала та дама. Которая потом. Чего письмо было использовано для провокации. Вот. Чтобы Железова не покупали. Вот. Ну, допустим. Даже примерно не могу состязать сколько тут. 100, 200, 300, 400, 500. Да, в принципе, одна грязка вот такая. Берем любую грязку и, допустим, это 500. Вот. Вот. Прошел год. Все практически взошли. Этот же год прошел. Получается, что все они живы. Мыши не съели. Морозье не убили. И невозможно убить. Даже когда они стали полтора в среднем, будет полутораметровое. И вот тут уже, имея готовый материал, у меня же Ваунин выписал. То есть сеянцами. Вот такими вот. Сеянцами. И несмотря на то, что он их пересаживал, он добился и выникальным успехом. Так. Вспомните цифры. Жуткие. Для науки это вообще запредельно. Вот. И тогда, получается, что одна такая грядка рассаживается на 500, я вам скажу. Да, на полтора гектара. И вот тут уже другая голодная боль. Уже ограда капитальная. Это не значит, что он себе сейчас их полтора. Но это если бы вы потратили 500 штук, а значит даже не 10 тысяч, а 7 с половиной тысяч. Это немного. Еще раз, я все время говорю. Знали бы москвичи на какие шиши мы живем. Вот. Они были со смеху, половина умерла от смеха. Другие от жалости бы умерли. С утра до вечера бы рыдали над нашими доходами сибирскими. Вот так было бы. Вот. И тогда, получается, умножаем на 10. Если 7 с половиной тысяч, это... А схожесть видений 100% практически. Вот. 7 с половиной тысяч это 500 штук. А 75 тысяч, это вот эти летние цифры. 75 тысяч, это 5 тысяч. А 5 тысяч, я скажу, сколько можно слить сразу гектаров. 5 тысяч, я засадил полторы тысячи, это 5 гектаров. Тогда мы должны нажать минимум на 3. Да, 15-20 гектаров можно засадить. У нас с одной из 10 таких грядок. Вот здесь ими таких грядок. Еще раз говорю. Насели шкалка. Потому что эти неизвестно, будет ли вас это. Вы скажете, ну все, теперь у меня гарантия. Я запомнил всем к одному. Хранить сухими в этом. Сейчас купить сухими. С маленьких шикарных бальчик. А потом бах, не зашли. А потом поиск какую-то даму. Вот копала где-то со всем стороне. И все косточки, это не я придумал. Еще раз. Это не байки. Все, что я вам рассказываю, это жизненное. Опять вот так вот делаю. Крестюсь и говорю. Это правда. Что именно так мне жизнь написала. Все свои косточки она нашла. А считала, что их нету, они не зашли. И они даже не были съедены. Они были в сторонку спрятаны. Это был погреб. Это был кладовая. Вот видите. Пять таких этих самых. И еще раз. Пять это. Пять тысяч. Пять тысяч, полторы. Пятнадцать. Десять. Пусть десять гектаров. Нет. Пятнадцать гектаров. Или даже двадцать. Пять таких. Раз, два, три. О! Как раз вот это все. Означает. А что такое семьдесят пять тысяч? А? Ну вот как мог на ваш вопрос ответил. Так, идем дальше. Идем дальше. Приготовить место для посадки. Ну, еще более, да, трудно. Ну, с другой стороны мы сейчас все равно закончим. Давайте еще вот сюда заглянем. Вот. Потому что я ответил, но начал издаляя, я не все сказал. Сейчас. Здесь такая у меня прививка, посадка. Вот. Вот. Видите? И это варианты не мои. Это варианты, которые мне прислали. Вот такой вариант. Это уже как бы навеяно моими лекциями. Но каждый интерпретировал по-своему. Видите? Вот так, вот так. Это называется. Вот есть подготовка. Видите, это грейда называется. Вот. Вот это грейда называется. Каждый интерпретировал по меру своих соображений делал. Вот. Сейчас мы снова разберемся. Еще найдем похожее. Я вот эту фотографию ненавижу. Это взять в научном журнале, разместить эту фотографию. Отрезать не меньше полусотни веток. Трехметровый саженец посадить. Надеюсь, что он будет нормально расти. Это какая подлость. Это значит, что ничего вообще не садили. Не радовались. Как узнать его судьбу через полгода, через год? Ну, была бы у меня машина времени. Я только бы этим занимался. Сейчас я найду. Реально найду. Вот. Вот кто-то что-то садит. Кто-то себя сейчас узнал. Вот она гряда. Видите, у меня женок это гряда. Вот он будет садить. Вот. Смотрим еще. Ну, раз вопросов мало, можно и подробнее, правильно? Еще не было случая, чтобы она вопроса не ответила. Не густо, не густо, но густо. Здесь много-много, а не везде сидит трава. Вот и травы нет, видно. Огромное количество косточек. Вот. Ну, а ведь там сверху сыпалось их тысячи. И все дойдя на вас с едиными мышками. А если было закопано вот так? Где гарантия, чтобы мыш не раскопало? У них запах есть у косточек. Вишни пахнут. Вот, пожалуйста. Ведь, какие зубы надо... Прогрызли же. Прогрызли, видите? Если вынимать, придется, они все произвезли. Все. А люди говорят, ваши не взошли. Те тут по-другому там, понятно, там сгноили. Это гометики, гометики устроили. А те, кто вот это вот в природе? Вот они, враги номер один. Я стараюсь вам. Довожу до вашего сведения. Вот. Тут уж я просто разговариваю. Я не говорю, не это. Я просто нормальным разговором говорю. О том, что это все вы должны знать. Вот. Я не виноват, что я знаю. Больше, чем большинство из вас. Так сложилось. Пойдет время. И так легко убедить людей, что не вздумайте покупать этот сазин. Не вздумайте. Это калека. Самое настоящее. В природе так деревни растут. Одни убедили, что штамм должен быть. Другие даже не задумываются. Даже ученые, как эти, в институтах выращивают саженцы на продажу. Кушать-то хочется. Ну и что? Вот мы спросили, как готовить место. Вот еще один вариант. Мне нравится. Заметьте. Привозная. Земля привозная. Дерн не тронутый. Это будет идеальный сад. Это по железу. И это тоже. Посмотрите, сколько у них калек пятно. Это что-то садили. Что было дальше, я не знаю. Но, конечно, оригинальное. Нельзя было по-ровне сделать. Делали зигзаги. Ой, братья. Так. Идем дальше. Замучиваюсь этот вопрос до конца. Когда я так поврел, я тогда начал делать вот так. Видите? Холм заранее готов. Вот это. Еще вариант. Видите? Косочки посажены. А потом присыпаны. Ну, потом получалось вот так вот. Все холочки на виду. Значит, эти абрикосы посажены правильнее. И что интересно. Вот тот ряд, этот ряд. Все живы. Сходят сто процентов. Ай, чего там подгнившая железочка? Надежда Черенко. Жанка Черенко. Чего там малолет? Чтоб, не дай бог, у железов не купили. Как умно было сказано. Вот железочки. Стопроцентная схожесть. Корневые шейки. Все там, где положено быть. На границе земля-воздух. Вот. Если я еще узнаю, что вы еще учите закапывать. Вот. Тогда уж я вас щадить не буду. Терпеть не могу невежество. Еще кто-то что-то. Тоже схожесть неплохая. Вот. Выбирайте себе вариант, какой вам понравится. Вариант Сергея Жильева. Пожалуйста. Здесь есть склон. И вопрос плохо видно, но и склон есть. Вот. И. Ну, это для тех, кто сразу начинал. Раз, и сад иметь. И доходы иметь. Все иметь. Вот это для таких случаев. А вот это жуткий перебор. Это тогда. Люди не знали, куда навозь делать. Ужас. 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 Ну, мы это проходили. Мы это проходили. Видите. Никто не делал гляды. Они получили сами. Так получилось. На ком есть. Здесь вытопталось. А здесь это. Получилось, что все равно. Чуть ли не идеальное место для выращивания прикосов. Где-то я все забываю, надо было показать питомник, который зимует на морозе. Это же невероятно. В Сибири питомник на морозе зимует. И ничего не замерзает. В Сибири питомник на морозе зимует. В Сибири питомник на морозе зимует. Очень много еще тем не раскрыто. А, вот видите. Мы еще ту же тему изучаем. Как садить, как готовить почву. Вот он. Еще посмотрели. Ну, пожалуй, и все. Смотрим, что нам осталось посмотреть. Так. Итак, вот этому товарищу я надеюсь, что я ответил. Как мог. Так. 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 Так.